Я несу вам новогоднее настроение! И здесь у нас вот такая вот красота. Здесь уже кажется что-то потяжелее, скорее всего здесь какая-нибудь хайлайтер или пудра, потому что прям чувствую, что побольше упаковочка. Я купила у Дуэра здоровья. Я купила этот адвент календарь в два раза дороже! Всем хаааай! И сегодня у нас с вами будет распаковка новогоднего адвент календаря от Бенефит. Вы знаете, я так сильно ждала этой распаковки, что я даже совсем забыла снять вступление. Мой макияж выглядит странно, я просто только сейчас поняла, что я не поняла вступление, поэтому, ну в общем, давайте начнем распаковку. Потому что я так сильно ждала. Сам по себе адвент календарь выглядит вот таким вот образом. Он достаточно небольшой, сейчас я покажу вам его в сравнении с другим адвент календарем любимым абсолютно. Подушечка уходила. Я несу вам новогоднее настроение! Красиво! А теперь давайте сравним его с календарем Гарри Поттера и календарем, например, от Катрис. Все настолько большое, что даже сюда не влезает. Я думаю, достаточно очевидная разница, и она есть. Ну что ж, это далеко не значит, что этот адвент календарь будет хуже, чем вот эти вот большие, потому что размер это не главное. Скрипя бы не согласился. Начнем распаковочку вот такого вот адвент календаря сейчас от Бенефит. И здесь у нас вот такая вот красота. Единственное, что я могу отметить, то что адвент календарь, ну просто очень маленький. У меня небольшая ладонь, но он буквально размером с мою ладонь. В любом случае, у нас с вами сегодня 12 праздничных предметов. Давайте посмотрим, насколько эти предметы нормальные. Погнали, начинаем с номера 1. А, нет, я хотела только один! И я его достала. Цифра 1 вот в такой вот упаковке. Это типа как подарочный коробок оформленный. И, судя по весу, там нечто очень легкое. И там... Это что? Айлайнер. Хорошо. Люблю ли я айлайнер? Люблю. Нужен ли мне айлайнер бесконечно? Люблю, потому что все эти стрелки сами себя не нарисуют. Ну, я уже давно претерпела какое-то крушение, потому что был он нарисован рано утром, а сейчас уже поздний вечер. По поводу этого айлайнера я ничего не скажу. Этим продуктом я никогда не пользовалась. У меня его не было ни в полном размере, ни в каком бы то еще. Да и не помню, чтобы меня кто-то красил или кто-то мне его советовал. Поэтому ничего не могу сказать. Погнали циферку 2 доставать. Цифра 2. Кстати, не очень удобно стоят. Вот такая коробочка. И тут тоже что-то очень легкое. Здесь уже в этот раз тоже миниатюра. Это, по-моему, карандаша для бровей. Да, выглядит неплохо. Кстати, цвет очень универсальный. Только, по-моему, у этой миниатюры есть какие-то проблемы. А нет, ладно, все нормально. Зря баканула, извините. В целом, цвет очень хороший. Он ни темный, ни светлый. Единственное, что меня очень смущает, то что, смотрите, это как будто очень залежавшееся средство. Потому что, видите, оно в каком-то белом налете. Скажу, продемонстрирую все это на бровях, но пока непонятно. Что ж, настало время карандаша. Посмотрим, давайте его еще раз. Ну, вы смотрели секунду назад, но для меня это что-то новое. Карандаш у нас без щеточки. Обычно механически. В целом, мне нравится такая форма карандашей. У меня их несколько. Ой, мать. Фух. Хорошо, что он приземлился не этой частью. Я расчесываю брови. По идее, он прям идеально по цвету моих бровей должен подойти. Хотя сейчас с этим цветом волос я предпочитаю, чтобы они были потемнее. Кстати, я заметила, короче. Не знаю, насколько вам будет мое мнение валидно, но говорят же, что карандаш должен быть обязательно темнее, чем цвет ваших волос. Но при этом, когда ты блондинка, тебе лучше с этим суперсильно не экспериментировать. Но я типа экспериментирую. Мне больше нравится сейчас, когда у меня брови чуть ли не почти черные по цвету моих концов. Но я сейчас смылись, но типа мне нравится. А еще скоро буду перекрашивать, потому что скоро конец года. Все, надо будет пушать с этим образом. Я придумала нечто не менее классное. Так, мои главные опасения не подтвердились. Я была уверена в том, что он сухой и не будет красить, но он прекрасно все красит. Так что докапывание было не в тему. Кстати, красить он вообще потрясающе. Я никогда не пользовался двойным... Ой, господи. Такого плана карандашом от Benefit. Я пробовала другой, который более плотный. Но этот просто восторг. Догнота. О, нет, грязь. О, да. Перекрывает он все просто потрясающе. Он очень мягко наносится. И в целом я вообще не фанат карандашей для бровей. Я предпочитаю помадки. Но я довольна. Вообще класс. Ставлю лайк. Надо сниться сами поближе. Блин, стрелка меня бесит, но я сейчас не могу поделать. Могу его переделать, только мы же хотим видеть полностью продукт. Не так ли? Вообще класс. В третьем дне у нас уже другого формата упаковка. И также все еще суперлегкая. По-моему, это средство для бровей. А нет, это travel формат туши для ресниц. Я что-то не понимаю, тут будут полноразмерные продукты или только в travel формате все. Спасибо, конечно, что миниатюра, но все еще travel формат это travel формат. Кто смотрел уже видео, будут тут полные размеры формата продукта или нет? Кто у других блогеров смотрел, признавайтесь. Да, они настоящие. Да, это сейчас будет бесполезно тестировать. Цифра номер 4. Такая вот зелененькая, красивая. Походу здесь... Ага, я кажется знаю. Знаете, что здесь, скорее всего? Скорее всего, здесь будет праймер. И я угадала. У меня столько этих праймеров. Это один из самых моих любимых праймеров. Поэтому мне постоянно его отправляют, что я даже не знаю. Я могу открывать реально уже магазин и продавать им эти праймеры. Мне их хватит. Праймер классный, праймер хороший. И опять-таки, из минусов только его маленький размер. Хочется чего-то повнушительнее. А так все chill. Цифра под номером 5. Какая красивая коробочка. Красная с розовым. Прям вообще супер новогодняя. Такая, знаете, как в американских фильмах, когда подарочные коробки стоят в качестве декора. Вот прям тот самый вай. И снова нечто маленькое. Ну, ладно. Роллер. Лэш. Не помню, была у меня такая тушь вообще или не была. Но щеточка у нее в целом прикольная. Люблю такие щеточки. Ну, не то, чтобы я люблю такие щеточки. Ну, типа норм, щеточка для некоторых целей подходит. Но какое-то у меня ощущение, что она очень маленькая. То есть, как будто здесь travel size не только средства, но и щетки. Но она очень маленькая. Неудобно. Вот такая вот тушь. Я эту тушь, как я уже говорила, не пробовала. Роллер. Лэш. У меня никогда не было. Поэтому будет интересно ее и протестировать. Текст. Давайте посмотрим. Ну, очень обтратится с нижних, конечно же. О, кстати, вы знаете, мне сначала она показалась не очень в плане щеточки. Я люблю такую форму, но у меня что-то смутило. То ли размера, я уже не помню. Но, блин. Ну, смотрите, она реально рисует ресницы. А у меня они отстойные. А она рисует. Как же я завидую уже заранее девочкам, которые нормально нижние ресницы можем. Ой, боже мой. Узнали бы, как я вам завидую. Вот. Каков вывод, ребятки? Красить нижние ресницы таким форматом оказалось очень удобно. Верхние ресницы неудобно. Сама по себе тушь, ну, она хорошая. Сначала мне показалось, что она прям супер клевая. Но сейчас я понимаю, что она просто норм. То есть, за такие деньги сколько стоит полноразмерка, в целом, есть гораздо более классные туши. У того же самого Генрифта они тоже есть. Не знаю, в дальнейшем попадутся они вам или нет. Ну, точнее, я знаю, да не скажу. Ну, короче, это явно не моя новая любимая тушь, что я хочу вам ответить. Вложили бровки, девочки. Псяна, держи на тебя цифра 9 перевернутая, которая 6. Как вы думаете, а вот что там? А я вам кулак покажу. Не потому что я агрессивная, а потому что... Мне интересно, вы догадаетесь, что было в этом кулаке? Ах да! И снова младенец малыша. Такой небольшой автобус. Понимаешь, что люди, которые не блогеры, которые не как я, они в целом обычно покупают то, что... Покупают. И читают то, что они покупают. Ну, в том плане, они не просто, как я, заказывают себе эти адвент-календари. Но, например, типа, я не знаю, если я хочу купить себе адвент-календарь, я все-таки думаю, что там будет что-то полноразмерное, и что тут одни маленькие? Конечно, у меня есть расчет на то, что цифра номер 12 будет с полноразмеркой, но я хочу большой продукт. Пожалуйста! Семерка стучит. Ну, здесь уже, кажется, что-то потяжелее. Скорее, здесь какой-нибудь хайлайтер или пудра, потому что прям чувствую, что побольше упаковочка. И здесь миниатюр хайлайтер, что ли, какого-то? Короче, это один из их самых хайповых продуктов. Вот так вот выглядит этот контуринг. Многие его используют как бронзер, как контуринг, но по факту как тени. Можно использовать куда угодно, по любым своим каким-то вещам, потому что идеальный оттенок похож на цвет тени. Хула! Хула! Я, кстати, не знала, как правильно. Хула или хула, потому что я слышу, что все говорят хула. Но тут же буквально написано ола. Все-таки это ола. Блин, я представляю, какое количество дорогих блогеров для меня это спрашивали. Хула или хула. Вчера, когда я открывала, я половину страса ставила на этой холле, блин. Подумала, что вылетел еще один. Они держатся очень долго. Короче, смотрите, на этой руке у меня ни один страс не отвалился с проверки салонов. А на этой вот тут вот все повлетало. То есть, я на календаре вечно открываю. Просто ноль слов. Короче, что сделаем здесь? Исходя с того, что тут такой маленький размерчик. Возьму маленькую контурную кисточку. Ну и, собственно, сделаю небольшой контуринг. Я думаю, цветы видите сами. Продукт не переоценил меня ни разу. Ну, это не сарказм из чего. Так что все с ним ок, кроме его размера. Ты что ты задолбал с теми размерами? Видите, он прям как реально тень выглядит. Тень, которую мы с вами контролируем. Мне нравится не с пилот, поэтому я специально очень много нанесла сюда продукта из чего. Ну, ладно, также нанесем давайте с вами на веке складку оттенить. Видите, как хорошо работает продукт. И вот что получилось. Ну, такая просто натуральная красотка. Natural, absolutely beauty. И это не я. Номер 8. С каждым этим стуком мои надежды угасают. Динь-динь-дон, динь-динь-дон. Она была певицей, все слушали ее песни. У нее было три просмотра и актив как у пятиклассницы. Если бы у меня в пятом классе был такой актив, как сегодня, я была бы очень богатой пятиклассницей. Imagine быть всем такими богатыми пятиклассницами. Кстати, а кто-нибудь из вас, кто еще в школе учится, вы как-нибудь зарабатываете деньги? Не знаю. Или это вообще как происходит? Я когда мелкая была, я делала людям всякие дизайны, баннеры, аватарки там, ну, тогда было модно, обрабатывала. Сейчас бы, если бы я была бы школьницей, не была бы блогером, а я бы, не думаю, что могла быть блогером, и, скорее всего, бы не разрешили быть блогером. Я, скорее всего, занималась бы тем, что оформляла блогерам разные обложки. Возможно, я бы училась в монтажу. Короче, не знаю, но я точно что-то бы делала, что связано с фотошопом. Может быть, я бы фотки ретушировала. Не знаю, почему это разгон. Возвращаемся к вот этим каленаром. Это, кстати, моя любимая тушь. Из всех, что вот здесь вот были, на данный момент вот этих вот трех, моя у Benefit именно вот эта вот самая любимая. Она прям хорошая. И, смотрите, ее щеточку, сейчас вам сразу все три открою, чтобы вы могли понимать. Она вот такая. И за счет того, что у нее конусовидная щетка, мне очень удобно прокрашивать мои нижние убогие ресницы. Следующая щеточка выглядит вот так вот. Тоже, в принципе, неплохая, но мне больше нравится конусовидная. И самая первая, собственно, так уж и раз все смотрим с вами, выглядела вот так. Короче, каждый в целом может найти щетку для себя по вкусу. Достаточно ли это валидно? Да, это валидно. Но мне все еще кажется, что можно было бы одну хотя бы полноразмерку положить. Цифра 9. Очень легкая. Как будто там какой-то брелок. Я уже, знаете, после всех этих адвент-календарей не удивлюсь, если там будет брелок. Но нет, там точно не брелок. И это еще одно средство для бровей. Может быть, мы говорим все-таки про школьницы? Но, блин, тут будет хотя бы одна полноценная размерка. О-о-о-о! 24 часа сет бровей. Да не, нормальное средство, на самом деле. Буду облендроваться реально хорошее. Держит действительно неплохо. К нему никаких претензий у меня нету. И как бы я была бы очень рада, будь оно у меня в бьюти-боксе в таком формате. Только вот с одним лишь отличием, когда я делала свой бьюти-бокс, мой, блин, бьюти-бокс стоит 3 тысячи, 3 500. Самый дорогой у меня бьюти-бокс будет стоить 5 тысяч. У меня, кстати, очень маленький такой вопрос. Будет новогодний бьюти-бокс. В другом видео расскажу о нем подробнее, потому что я знаю, что вы здесь собрались не для моих бьюти-боксов. У меня они обычно всегда были все одинаковые. Но в этот раз, к Новому году, я хочу поэкспериментировать. Ну, как я хочу. Вы хотите, чтобы один бьюти-бокс был прям вот дорогой. Ну, не то, что прям вот пипец дорогой. Не как эти все ренд-календари, блин. Тысячи за 5 день, чтобы было. Остальные мы сохраняем старую цену 3 500 рублей. И вот в этом вот календаре, господи, в бьюти-боксе за 5 тысяч уже прям положить много продуктов, чтобы их прям было там дофига. И чтобы они уже были подороже, побогаче. Так что вот не знаю, как все это получится, не получится. Но вот очень хочется собрать хороший бьюти-бокс за 5 тысяч. Как вы понимаете, нехороший никто не будет никуда продавать. Так что поехали дальше. Десятая цифра. Что-то цвета мачи. Что это? Дандалион. Ня! Малышок. А, это какие-то румяны. Ну, цвет у этих румян, кстати, какой-то очень нерумянистый. Еще вообще посмотрим. Ну да, он кто-то очень странный. Он больше похож на пудру. Не могу понять. Но он какой-то парфюмированный. Хотела бы я верить, что он пахнет мачей, но... Да не пахнет он мачей. Кого я обманываю? Мэджин косметика. Декоративный запах мачи или запахом кофе. О, боже. Проверяем вот эту штуку. Сейчас опять все стразы оставлю. Какая-то старшая винира. Блин, а у меня винира только сверху. Снизу можно оставить целый зуб. Все нормально. Я справилась. Ле кисть, ле типа румяна. Делаем как модно. И давайте добавим немножко утренней свежести. Ой, здесь утренняя свежесть, потому что я не особо. Ладно, чуть-чуть вижу. Нанесем побольше. Знаете, скажу вам что? Зря я баканул, потому что все-таки это утренняя свежесть. Действительно, прямо в связи с словом утренняя свежесть. Можно на лобешник даже добавить. Такое прям вот лицо из серии. Я выспалась. Да, что я точно выспалась. Инфа 100. Это не совсем мой формат. Опять-таки бикосов, потому что я пропишу нечто вот такое. Кстати, пожалуйста, поставьте лайк на инфекционную. Ребята, хочется больше подписчиков, как бы, честно. Но секси. Определенно рекомендую. Все-таки положили этот продукт не зря. Еще раз напоминаю, что это некий дендллон по цвету маччи и шоколада. А у меня гиперпоп играет. Гиперпоп класс. А он теперь помлиже. 11. Я только сейчас поняла и думала, откуда духи. Или мне кажется. Ну, такое чисто, как будто не хотела бумага, она в духах. И снова малыш. Вместе с этим малышом, который плывет, все мои надежды на полноразмерку уплывают. Буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль. Так, ребят, момент X. Все. Остается только один. Вот зачем я делала. Вдруг там полноразмерка и разблю. Господи, это такой тупой тяжело жить. Тут, походу, еще одна тушь будет. Там лежала тушь. Ла-ла-ла. Глаза не плачут просто. Это просто какая-то дичь мне попала. Я хочу проверить, сколько стоил этот адвент-календарь, за сколько вот я лично его покупала. Я понимаю, что можно найти со скидкой, можно найти у перекупов, можно найти адвент-календарь БУ. Но я посмотрю, сколько я покупала его на Азоне. Я купила этот адвент-календарь за 12 тысяч рублей. Я понимаю, что можно найти его дешевле. И кто поумнее, не покупает на Азоне за 12 тысяч рублей. А покупает на сайтах, где там, не знаю, скидки получше, чем с 15 тысяч за 12 скидывают. Но, типа, все еще я купила его за эти деньги, и, конечно же, расстроена я тоже на 12 косарей, потому что 6 миниатюрок это пипец. Еще, короче, проблема, знаете, в чем? Когда я покупала большинство адвент-календарей, я покупала их заранее, чтобы они точно пришли, чтобы не было ситуации, когда, там, я не успела купить какой-то адвент-календарь, или он пришел мне, там, под конец декабря, потому что я хочу радовать этим видео вас постоянно в течение этих месяцев до Нового года. Поэтому приходилось покупать даже суперсильные наценки, чтобы вот точно получить их в самом начале. Сейчас же этот адвент-календарь стоит, давайте посмотрим. Я его найти не могу, походу его уже и не купить. А, ну, в принципе, сейчас он стоит 60 футов, но, предположим, я купила его два раза дороже. Я купила этот адвент-календарь в два раза дороже. 60 футов, даже если учитывать, там, не знаю, ставка 20, это все равно максимум 7 тысяч рублей. Максимум 7 тысяч рублей? Меня развели? Меня развели? НЕТ! Супер дорогущий адвент-календарь из Японии. Как это ставить? Что это? Фух, да. Это же скотч. Я же не просто говорила, что у меня косметика отличная. Ну и, кстати, весит тоже немало. Смотрите, прикольно.